Всем привет! С вами Наташа Беларусь и я рада видеть вас на своем канале. Девчонки, сегодня у нас очередное видео-влог Болталка. Дело в том, что накопились какие-то мини-темы, которые на отдельное конкретное видео не тянут, но темы, которыми я хотела с вами поделиться. Сейчас мы с вами поговорим и о кистях с фикс-прайса, и о каких-то мелочах, которые я тоже хотела вам рассказать, собственно говоря. Первое. Девчонки часто меня спрашивают, не могу найти тот либо иной белорусский продукт. Все девчонки, кто хотят заказать белорусскую косметику, девочки, я отправляю несколько раз в месяц через свой инстаграм. Ссылку на этот инстаграм я оставляю вам внизу. Отправляю регулярно несколько раз в месяц белорусскую косметику. Там инстаграм-аккаунт с фотографиями. Если вдруг чего-то нет, скидывайте мне в директ, и я вам отвечу стоимость, и могу ли я это приобрести. Допустим, не можете найти новые кисти люкс-визаж, кисти релуи, все что угодно. Вся белорусская косметика я отправляю ее с России, для того, чтобы это было дешево. Почтой России со Смоленской области выезжаю, собираюсь, покупаю вам заказ. Кстати, у меня здесь уже большой пакет собран. Сейчас скоро будет отправка, поэтому, если кто-то хочет, то вы еще успеете. И собираю в коробочке, все хорошо всегда упаковываю. Там уже огромное количество девчонок довольных. Там уже есть даже и постоянные девочки, кто заказывает белорусскую косметику. Этим вы поддержите меня и мой канал. Поэтому, если хотели купить белорусскую косметику, заказывайте через мой инстаграм, через меня лично. Плюс я всегда ложу подарки. Каждый будет мне обделен, в общем-то. Так, дальше, девочки. Я хотела вам рассказать о кистях с фикс прайса. И это такая довольно, смотрю, популярная тема на ютубе. Многие рассказывают о ней. У меня подоконник, и по нем постоянно что-то... Дождя нет, но там постоянно барабанит. Блин. Так, дальше, девчонки. Я хотела вам рассказать о кистях с фикс прайса. Кто-то говорит, что они классные. Кто-то говорит, что они отстойные. И я вам сейчас расскажу, собственно говоря, свое мнение. У меня есть как дорогие кисти, так и дешевые кисти, белорусские кисти. Это, наверное, средний ценовой. Даже не средний, это, наверное, все-таки именно бюджетные кисти белорусские. Потому что они недорогие. Даже с натурального ворса. Здесь натуральная козочка. И кисти с Алиэкспресс. В общем, у меня есть различные кисти. Я могу с чем их сравнить. Во-первых, кисти в фикс прайсе. Вот они. Продаются вот в таких вот пакетиках. И здесь зиплок. Мне кажется, что это удобно. Я их не выкидываю. Потому что, знаете, иногда, когда едешь куда-то, и не хочется брать с собой, да, этот кожаный кисть. Раз, сложил сюда пару кисточек, и они не будут распушаться в сумочке, и не будут валяться. Продаются они вот в таких вот пакетиках. И у нас я приобрела себе 4 кисти. 2 кисти, это дублеры, и 2 вот такие вот кисточки. Первое, хочу рассказать про вот эти вот кисти. Девчонки, кисти хорошие. Сразу хочу сказать, кисти, ну, хорошие. Для своей цены, вы знаете, они замечательные. Я всегда, всегда я высказываю свое мнение по соотношению цены и качества. Так вот, по цене и качеству у них даже цена занижена, потому что для той цены они неплохие. Да, конечно, это не самые мягкие кисти, которые могут быть. Это не хакухода там, допустим, либо что-то такое. Но кисти хакухода, такая кисточка, наверное, стоит долларов 40. И это вообще ни с чем не сравнимо. Эта кисть стоит, по-моему, полтора, да, 2 доллара. И это, естественно, очень бюджетно. Я даже достала, почему купила 2 такие кисти. Девчонки, это незаменимые маленькие плоские кисти из натурального ворса. У меня есть точно такая же. Это моя любимая кисть от Заива. Это номер 237. И посмотрите, как они похожи. Посмотрите. Вот Заива, она чуть-чуть потоньше. Эти кисти чуть поплотнее. Но это не влияет на их работу, когда мне надо проработать детально, проработать у самого основания ресничек, да, растушевать карандаш. Вот эта кисть у меня просто незаменимая. Она у меня рабочая лошадка. Я взяла себе 2 вот такие вот кисточки. Да, может быть, чуть-чуть, но вообще на какие-то доли и доли, вообще процентов. Вот эта вот кисть может быть чуть-чуть более мягкая. Но они, в принципе, работают совершенно одинаково. И для собственного использования, если вы не визажист, да, и вы сами для себя. Я считаю, что эта кисть замечательная. Своя цена и качество она оправдывает просто вот так вот. Поэтому берите. Я себе взяла 2, потому что эти кисти действительно рабочие. Дальше, девочки, у меня я взяла вот такую вот скошенную кисть для контуринга. И она мне точно так же понравилась. Это натуральный ворс козы. Она достаточно плотно набрана. И почему она мне очень понравилась? Опять же, здесь я взяла свою кисть для сравнения от заива. И это номер 127 кисть. Почему? Мне вот эта вот кисть с фикс прайса нравится даже чуть больше. Да, она не такая мягкая. Конечно, кисть заива, она более мягкая, потому что это собранный ворс. Здесь он постриженный. Она немножечко, совсем чуть-чуть колючая. Но ничего такого критичного, что прям там колола она нет. Смотрите, кисть заива, она более пушистая. Когда ты ее наносишь, она прям вот раз, и у тебя сразу на растушевку прям буквально остаются миллиметрики. Вот здесь кисть, она более тонкая и для проработки более детальной. Для того, чтобы контролировать то, куда ты наносишь скульптор, мне именно вот для щечек. Вот здесь на лоб мне и вот это вот, да, подходит отлично. Вот здесь вот это вот, она сразу растушевывает. Но когда мне надо более детальная проработка, да, более детально где-то вот затемнить именно вот самую темную точку, где должно быть скульптор, вот эта вот кисть у меня незаменимая. И по своему качеству она действительно неплохая, поэтому точно так же можете брать. И последняя кисточка, девчонки, из Фикс Прайса, у меня есть вот такая вот синтетическая кисть для губ, и мне она точно так же понравилась. Работает замечательно, она достаточно упругая, она у меня уже грязненькая в консилере, она ровненько, хорошо обрезана, я ей частенько подчищаю брови, сейчас у меня, кстати, брови почти не накрашены. И плюс еще, она мягкая, хорошая синтезика, хорошо набирает себе продукт, хорошо его отдает. Плюс, смотрите, она еще и вот так вот разбирается, и ее супер удобно брать с собой. В общем, девчонки, я ставлю твердую пятерку всем этим кистям, и однозначно от себя рекомендую, потому что они действительно классные по соотношению цены и качества. Далее, девочки, о чем я хотела вам рассказать? А, дальше, девчонки, я хотела вам рассказать по поводу... Я как-то в одном из своих видео рассказывала вам о том, как зарабатывать через интернет, и многие мне писали, и меня, если честно, напугали в том плане, что, да, все-таки, наверное, это огромный риск, и, скорее всего, я вам больше рекомендовать такие вещи не буду. Почему? Потому что, ну, лично я, да, прекрасно понимаю, что заработок в интернете – это всегда риск, если вы не смотрели, то есть это что-то типа заработка на бирже, и если вдруг вы не смотрели, допустим, фильм, очень такой показательный фильм для того, чтобы понять, что это такое, да, «Волкс, Волл-стрит», если вы не смотрели, я это прекрасно понимаю, но не все люди это понимают, и даже банки, в принципе, сейчас вот я смотрю Женю Гейна, но в Америке у них банк Астана просто обвалился, и она не может достать оттуда свои деньги, что тут уже, конечно, говорить о каких-то просто интернет-сайтах, которые помогают вам зарабатывать, поэтому больше такую информацию я вам советовать не буду, да и, скорее всего, сама буду более осторожна, потому что, да, на самом деле, это такое дело, заработок на бирже, покупка-продажа – это всегда риск, и, ну, лично я это понимаю, но буду более осторожна, и вам больше советовать это не буду. Также хотела, девочки, в этом же видео немного поговорить с вами про критику на канале, поговорить с вами, в принципе, вообще о канале. Знаете, когда, кто подписан на мой Инстаграм, ссылку на мой Инстаграм личный также будет внизу, да, все мне всегда говорят, что в видео, там, когда они смотрели мое видео, когда я выхожу, я частенько выхожу там в прямые эфиры, да, когда мы общаемся с моими подписчиками, что я совсем другая. Почему? Девчонки, я не знаю, возможно, это только у меня так на канале, но каждый раз, когда я нажимаю вот эту вот чертову красную кнопочку, и идет вот эти вот минуточки, начинают идти минуты, идет запись, да, во-первых, я начинаю нервничать, я начинаю потеть, я не просто, я вот серьезно говорю, я не просто нервничаю, я потею так, что каждый раз какую-то новая одежда, да, я снимаю ее и сразу же ложу в стирку, потому что она мокрая, у меня вся спина мокрая, я вся мокрая, настолько я нервничаю потеть, почему, я не знаю, можно же нажать, да, опять же на эту красную кнопочку, паузу, там, отдохнуть или еще что-то, но нет, я начинаю потеть, и я понимаю, что, ну, мне от этого никуда не деться. Плюс у меня каждый раз такое чувство, что сзади меня просто стоит какой-то мужик у детства, да, за камерой, да, с пистолетом и говорит мне, так, если ты сейчас за минуту не скажешь 300 слов, я тебе пристрелю. И я начинаю тараторить, я начинаю с каждой минуты набирать темп. Я себя просто иногда останавливаю, потому что я тараторю, 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 говорю быстрее, 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 набираю темп. Когда ты тараторишь, быстро говоришь, я начинаю путаться, говорить какую-то тавтологию, постоянно одно и то же прилагательное, масло масляное, там красивый, красивый, красивый или там мягкий, 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 вместо того, что, блин, потом пересматриваю видео и думаю, почему я не сказала, здесь шелковистый, мелкопомолотый, каждый раз одно и то же. И мне само это не всегда нравится, в жизни я разговариваю чаще всего совершенно по-другому. Но вот так вот у меня получается, ничего не могу с собой поделать, наверное, надо чаще снимать видео, для того, чтобы не 3 раза в неделю выпускать видео на канал, а выпускать их еще чаще, для того, чтобы тренироваться. То есть мне кажется, что любая работа это опыт, опыт и с опытом, возможно, будет легче, поэтому каждый, кто говорит, что там съемка видео это вообще легкотня, да я бы так вот, было бы у меня время, я бы это сделала, все это глупости, на самом деле это не 5 минут свободного времени. Также о критике на канале, слушайте, ну критика на канале, я, если честно, по критике на канале не переживаю я по этому поводу в принципе вообще, потому что неадекватных людей очень много. Также кто-то пишет, я не хейтер, я вот, вы мне, ваши губище там или ваш кривой носище, мне не нравится, что-то в этом роде. Но, девочки, если мне чей-то голос не нравится или еще что-то, я включила видео, если мне не нравится, я нормально удовлетворенный жизнью и счастливый человек, я выключаю это видео и начинаю смотреть то видео, которое мне интересно. Но люди, которые сидят и пишут вот эти вот комментарии, мне их просто по-человечески даже где-то жаль, я редко отвечаю, иногда, да, у меня иногда нет настроения, я могу ответить на плохой комментарий, так это бывает редкость. Но эти люди, это жалкие люди, которым реально нечем заняться, которые сидят и пишут гадкие комментарии человеку, которого абсолютно не знают, вместо того, чтобы закрыть это видео и начать смотреть какое-то другое видео. Поэтому, ну, как бы, а что здесь? Кстати, как-то еще, наверное, год назад смотрела видео прямой эфир Наталины, и она, как раз у нее было видео про это, про хейтеров, и она показывает девушку там, которая писала ей там два дня назад гадости, и два дня назад эта же девушка писала мне, в принципе, почти такие же гадости. То есть, человек тупо сидит и строчит всем гадости. Вы представляете, что у человека, ну, насколько он болен, и насколько у него все, видимо, в жизни плохо, что он сидит и занимается, тратит свое личное время, время, вместо того, чтобы потратить его на свою семью, на своих близких, друзей, он пишет гадости другим людям в интернете, которых не знает. Ну, это, ну, очевидно, что человек ненормальный, очевидно, что, то есть, как бы, так же вот многие пишут, она сделала свой канал, пускай терпит критику. Послушайте, девочки, да, каждый создает свой канал для себя. Вы не платите нам деньги, не платите вы нам деньги, поэтому, ну, что за глупости создала канал для того, чтобы, это вообще бред сивой кобылы. Здесь создается канал для людей, кому этот канал интересен. И стараешься, сидишь, стараешься, что-то покупаешь, что тебе абсолютно не надо. У меня такого вот так вот полками стоит, полками стоит то, что мне не нужно. Я просто покупаю это для того, чтобы протестировать и чтобы рассказать вам. Допустим, мне мало продуктов нужно для сухой кожи, но я их покупаю, потому что я хочу рассказать вам больше информации не только для своего типа кожи, а и для другого типа кожи, чтобы мне было с чем сравнить и о чем, в принципе, вам рассказывать. Так, про, в общем, ну, разговаривать долго о хейтерах я, в принципе, не хочу. Меня это не трогает. И, кстати, когда-то на начале своего канала, да, когда у тебя еще мало тех людей, которые любят твой канал, любят тебя, я даже хотела перестать снимать видео и перестать вообще удалить свой канал и не снимать никакие видео, благо меня тогда поддержал очень сильно мой бывший муж. Он мне сказал, говорит, фу, что ты, говорит, такая, неужели ты такая словачка, будешь обращать внимание на всякий бред и на всякие гадости, говорит, ни в коем случае, говорит, давай только вперед. Поэтому, да, поддержка рядом очень важна и я очень понимаю девчонок, у кого немного подписчиков на канале, но они стараются, они делают, у них много вот этих отрицательных комментариев. Я не знаю, вот эти вот люди, которые сидят и строчат эти отрицательные комментарии, ну, реально, девочки, не обращайте на них внимания, у них явно не все в порядке, в общем-то, с головой. Так, девчонки, наверное, на одно видео я, в принципе, хватит, не хочу вас слишком много загружать. Если у вас есть какие-то комментарии, я очень жду и, пожалуйста, поставьте этому видео лайк и подпишитесь на мой канал, я буду этому очень рада. Всем спасибо, пока-пока!